Привет всем! С вами Антон Кучумов, а это значит, что вы смотрите новые видео в рамках проекта Workout Fitness городских улиц. И сегодня мы поговорим о том, что отличает мастеров от начинающих. Собственно, когда мы говорим о воркауте, то отличие может заключаться, с одной стороны, как во внешнем виде, с другой стороны, так и в том, как человек делает те или иные упражнения. У того, кто не первый год занимается на улице, все движения четкие, они выверены, они очень гладко и красиво смотрятся. В то же время начинающие часто очень страдают тем, что их движения немного дерганы, они пытаются компенсировать недостаток силы с помощью техники, и поэтому это видно. В принципе, если вы придете на площадку и немного посмотрите за теми, кто на ней тренируется, я думаю, без труда тоже сможете определить тех, кто занимается уже не первый год и тех, кто только-только начинает заниматься. Особенно глядно это видно, когда наступает лето или весна, приходит хорошая погода, и многие выходят на улицу потренироваться. Так, собственно, из-за чего происходит это? В чем заключается причина такой разности? Она заключается в практике. Дело в том, что чем больше вы практикуетесь, не важно, это воркаут или что-либо другое, тем лучше вы становитесь. Исследованием этого вопроса в свое время занимался социолог Андерс Эриксон, и он пришел к выводу, что требуется порядка 10 тысяч часов практики, чтобы добиться уровня мирового мастерства. Он исследовал сначала скрипачей, а затем пианистов, и там и там эта теория подтвердилась. И, в принципе, он пришел к выводу, что можно транслировать эту идею на остальные сферы жизни, будь то интеллектуальные игры, бизнес или что-нибудь другое. Если саму цифру 10 тысяч часов можно поставить под некоторое сомнение, как и любую подобную точную цифру, то сама суть, которая заключается в том, что чем больше вы практикуетесь, тем лучше вы становитесь, она, естественно, остается неизменной. Вам действительно требуется большое количество времени просто для того, чтобы начать заниматься чем-то новым и для того, чтобы выстроить базу. Будь то воркаут и базовые упражнения, отжимания, подтягивания, приседания, будь то игра на гитаре и какие-то базовые гаммы. В любом случае вам требуется время на освоение. И, кстати, именно на этом принципе базируется наша образовательная программа 100-дневный воркаут, где все 100 дней мы стараемся наработать базу, научиться правильно выполнять самые простые упражнения. Потому что нельзя начать играть произведения, какие-то ритмы или импровизации до тех пор, пока вы не научитесь правильно играть гаммы и не освоитесь инструментом. Помимо того, что существует определенный лимит количества, который нужно достичь, чтобы добиться уровня мастерства, существует также определенное ограничение в плане минимального и максимального количества нагрузки в течение дня, которое способен воспринять наш организм. Если та нагрузка, та информация, которую вы даете, она ниже минимального уровня, то организм просто не будет воспринимать ее как существенную, и она не будет на него влиять. Опять же, если вы даете нагрузку выше определенного уровня, то организм тоже не будет воспринимать ввиду того, что он уже устал, накопленная усталость, и теряется концентрация внимания. То есть нужно действовать вот где-то в этом промежутке, между минимальными и максимальными порогами, для того, чтобы тренироваться или изучать что-нибудь максимально эффективно. Возвращаясь к примеру с программы 100 дней на воркаут, именно по такой логике построена вся тренировочная часть. Мы разбили большой тренировочный объем на небольшие части, которые вы выполняете каждый день и при этом не переутомляетесь. К сожалению, многим хочется всего и сразу, и поэтому они думают, что если они будут тренироваться больше или делать более сложные упражнения, быстрее достигнут результата. Отчасти к этому приводит просмотр видеороликов в интернете, мотивирующего характера, когда ты заряжаешься на тренировку и хочешь делать-делать-делать, чтобы поскорее достичь того уровня, который тебе хочется. Но в действительности, если вы узнаете истории ребят, истории тех, кто вас мотивирует, то вы увидите, что им потребовалось не год, не два и даже не пять лет до достижения того уровня, который они демонстрируют. Как бы достижение этого уровня, оно не происходило мгновенно. Не было такого, что в какой-то день они проснулись и поняли, что сегодня они стали намного сильнее. Нет, они полномерно работали изо дня в день, постепенно повышая нагрузку, постепенно усложняя элементы, постепенно становясь сильнее. И с течением времени они действительно стали сильнее. В Японии такая философия получила название «кайдзен», то есть философия небольших, но ежедневных улучшений. И я предлагаю вам ее полностью воспринять, потому что вы занимаетесь в первую очередь для себя, для своего здоровья и планируете заниматься всю жизнь. Вы не профессиональные спортсмены, и у вас нет цели выступить на соревнованиях и показать какой-то результат. Поэтому просто, если вы будете из недели в неделю, из месяца в месяц, из года в год повышать свой уровень, то уже через несколько лет вы, оглянувшись назад, увидите, какой большой путь вам удалось пройти. При этом без травм, без стрессов и с удовольствием для себя. Вообще все тренировки должны быть в удовольствии. Если вы не получаете удовольствие от того, что вы делаете на площадке, вам следует задуматься над тем, что вы делаете, и попробовать что-то поменять. Поверьте мне, есть очень большая разница в том, когда вы тренируете с удовольствием, и когда вам приходится заставлять себя тренироваться. И в первом случае гораздо лучшие результаты и ваше общее самочувствие после тренировки. Итак, резюмируя все, что я хотел сегодня сказать, во-первых, вам потребуется довольно много времени для того, чтобы научиться правильно выполнять упражнения, понять правильную технику и набраться сил. Пока вы этого не сделаете, не нужно даже пытаться приступать к каким-то более сложным вещам, просто потому что вы потратите на них очень много времени, а если вы будете изучать их уже, набрав определенный уровень, само обучение будет проходить гораздо быстрее. Во-вторых, не нужно пытаться ускорить этот процесс. Если будете попытаться как-то схитрить, например, тренироваться не раз в день, а два раза в день, или сразу делать более сложные и эффективные упражнения, то, скорее всего, просто перетренируетесь, травмируетесь или каким-либо другим образом отбросите себя назад, и потом придется возвращаться к тому уровню, где вы были. Не нужно спешить, и вас ждет успех. Вот и все на сегодня. Если будут какие-то вопросы, пишите в комментарии. Но, в сути, я надеюсь, вы поняли. Тренируйтесь и будьте клевыми. До встречи на уличных площадках ваших городов. С вами был Антон Кучумов. Пока! Моя тренировка обычно заключается из нескольких упражнений на брусьях. Это стандартные отжимания. И чисто те, которые придумал я. Я сегодня вам их покажу. Также я отжимаюсь от пола с утяжелением.